Ребята, всем привет! Вы на канале Семя на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм. Подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. Я сегодня вас приглашаю в новый выпуск. Я надеюсь, он вам зайдет, и он получит у нас очень интересным. Я приехал в Адлер. Находимся мы в самом Адлере, и сейчас отправимся с вами на самый топовый пляж. Пляж Мандарин, либо пляж Виноград, либо пляж Жемчужина Осо, что он еще называется. И рядом с ним еще есть длинный-длинный пляж Чайка. Пройдемся по набережной, посмотрим, какие там дела и как проходит сезон в июле. Я не буду затягивать. Погнали! Так, мы сейчас с вами находимся на набережной реки Мзымте. Здесь очень по кайфу гулять. Здесь, смотрите, течет река Мзымте, мост, который соединяет эту часть Адлера с той частью Адлера. Набережная, она вообще очень длинная, и уходит туда-туда-туда. Можно взять просто самокат и прокатиться. Детвора, если вам видно, купаются в реке. Река, мне кажется, сейчас очень-очень холодная. Там есть момент, чтобы спуститься. Я думаю, что мы это с вами сделаем. Просто возьмем, спустимся, посмотрим температуру реки Мзымте. Вообще, она очень-очень чистая. В июне она постоянно была грязная, потому что таял снег, а сейчас она имеет охренительный цвет. Вот как должна быть горная река. А вы тут можете заметить, стоят ребята, 1-2. Больше не видишь никого. Рубачат. Видимо, пытаются поймать форель. Мне кажется, сейчас самое время ее ловить. Не знаю, есть ли у них улов. Но выглядит прикольно. Я бы тоже забросил, на самом деле, покидал бы. Так, смотрите, мы пошли дальше. Тут есть вот такой вот спуск, это уже второй. Просто там, где был спуск, там прям вообще не вариант было дотянуться до реки. Давайте попробуем. Вот. Вот я бы хотел, чтобы море было вот такой температуры, чтобы в жару, вот эту 30 с чем-то градусов, можно было освежиться. Кайф. Вот сейчас бы отправиться бы в горы. И покупаться бы в горы на реке, как мы любим. Или в допаде. Ладно, пойдемте дальше. Ну что, вот мы с вами, значит, подходим к той части набережной, откуда начинается вся движуха. Первое, на что хочу обратить ваше внимание, посмотрите на эти высоченные старинные кипарисы. Смотрится это просто нереально круто. Как всегда, когда я здесь нахожусь, я не могу оторвать глаз. Ой, как красиво распустились какие-то цветочки. В общем, это такой сквер клевый. Вон там, в кипарисах, есть детская площадка. Очень дельная, очень классная. На ней всегда очень много детей. Электромобили, там всякую вату катают и так далее, и тому подобное. Здесь огромный выбор от самокатного шеринга. В принципе, пожалуй, как и везде, и очень красивый сейчас у нас с вами идет на посадку самолет. Давайте немножечко залипнем. Гляньте, какая красота. Прям над домами. Слушайте, повернулся и увидел, что вон там остался снег. Причем прилично. И вон там вот, в тех горах, тоже есть еще снежок. Так, вот этот мост соединяет, получается, пешеходный. Тот был автомобильный. Этот пешеходный, который соединяет эту часть Адлера и ту. Тут вообще в основном вот там, в основном, постройка уже такая новая, которая была построена, так сказать, перед Олимпиадой либо в Олимпиаде гостевые дома. А здесь движуха такая городская. Здесь живут много местных, квартиры, пятиэтажки и прочее. Ну, такой старый Адлер так называемый. И начинается уже вот как раз часть набережной, которая будет уходить вдоль моря уже со всякими, видите, туристическими палатками, с велодорожкой и с прекрасной рекой. Классно она размыла, разбила, как ей нужно, проложила свой маршрут. Там вот берег, я вижу, восстановился. На той стороне, вот где синее, там находится пляж Сочфония. Он отчасти не для купания, конечно, потому что сильный поток выходит от реки. И там вообще катают серферы. Там есть бассейн, где можно провести очень крутое время. Я оставлю ссылочку в описании под видео. Можете посмотреть, как выглядит этот пляж, как он выглядел в июне последний раз я там был. Сегодня у меня не получается туда добраться, не хватает вообще просто физически времени, друзья. Здесь открылось огромное количество вот этих туристических палаток. Вот, море Миди, вот все, что сейчас вы видите, этого, в принципе, не было. Еще буквально в июне я еще ходил и думал, блин, когда здесь начнется какая-то движуха. И, кстати, что касается реки, вот тут вот есть спуск, такой прям грамотный, где можно даже умыться. Вот ребенка умывают, освежиться. И, в принципе, если кому нужно, то, конечно, можно даже искупнуться. Я тут проезжал где-то в Мацесте, в Хосте. Там люди купаются в Лазаревском, люди в реках купаются. Не в море, а в реках. Потому что сейчас море где-то 26-27 градусов. И освежаться не получится. Да, ты покайфуешь, просто в море поваляешься, но не освежишься, и толку, что ты заходил в море, нет. Нужно только идти в душ, смывать соль. Так, здесь начинается комплекс мандарин большой. О, поставили Халка. Вот бы сейчас сюда Родиона моего. Он очень любит Халка. Да. Ладно, в следующий раз с ним сюда приеду. Так, ну и вот начинается, смотрите, уже набережная, которая будет идти вдоль моря. Вот тут вот находится бассейн открытый. Виноград, по-моему, он так называется. И вот первый вход на пляж. Давайте мы с вами зайдем сюда, посмотрим проход. Ну, здесь прям такого прохода толком нету. Есть вот такой вот парапет, через который нужно перепрыгнуть и отправиться уже на пляж. Здесь пляж очень широкий. Строят бунгало в конце июля. Интересно, почему, может быть, когда был шторм, их просто поломало? Возможно, так, у меня здесь вот этот апокалипсис не было, хотя, наверное, нужно было приехать и показать, пропутешествовать по Сочи в этот жесткий период. Начинается настил. Это очень здорово, что он есть. Правда, я иду не по нему, потому что попускаю людей. И все-таки здесь, ребята, волейбольная площадка, на которой, кстати, самоорганизовываются ребята и проводят турниры. Кстати, ребята, если вы хотите поехать в Сочи, у нас есть наш авторский гайд. Мы его написали. Мы попутешествовали в Сочи от Лазаревского до Красной Поляны. Прожили здесь достаточно долго. Дали там, в этой книжке, много советов, рекомендаций, лайфхаков, схем проездов. Короче, там куча всего. Приобретайте. Цена всего лишь 490. Достаточно просто написать либо мне в Инстаграм, либо Настеньке. Купить, изучить и пропутешествовать в Сочи с легкостью и, самое главное, с удовольствием. Продолжаем. Так, вот, смотрите, значит, через реку, через реку пляж Сочфония, он же пляж Лего. Там есть банька, шашлычные зоны. Можно сделать, пожарить там шашлычок. Тысячу рублей, по-моему, стоит беседка на целый день. Так что там есть пляж. Я не вижу, чтобы там купались. Сделался берег. Сделался вот такой вот, получается, из реки залив. И посмотрите, какой здесь цвет реки, да, и какой цвет там. Галька, которая пришла с гор, так называемая, я ее называю родная. Вот такая вот получилась коса. Здесь. Вот она выходит туда, вот в море. Прикольно, вот там можно заметить, что встречаются два течения. Одно с реки, одно с моря. Поэтому вот тут вот купаться вообще нежелательно. Может, не дай бог, это куда-нибудь выкинуть. Что касается самого вот этого пляжа Мандарин, ребят, огромная береговая линия, широченная. Ну, по крайней мере, вот тут вот песок, который безумно обжигает ноги. Но мочить я не хочу, потому что потом от этого песка очень долго буду отмываться. В этой части людей не так-то много. А вот дальше, дальше там, там уже начинается как раз чайка. Любимый пляж, любимый пляж многих. Мы сейчас, конечно, туда, ребята, сходим. Я вам все покажу в этом видео, поэтому не переключайтесь. Будет интересно. Смотрите, здесь получается вот эта территория забором. Здесь идут бунгалы, которые тоже, конечно, вы можете взять в аренду. Сейчас, если где-то будут таблички висеть, я вам скажу, что по ценам. Вышка у спасателя такая прикольная соломенная крыша. Вообще здесь такая концепция. Мне очень нравится, что все в такой соломе. Здорово. И прокат сапбордов тоже соломенной крыши, где голуби, видимо, подумали, что это их гнездо. И поселились на крыше. Видите, как их там много? Сочинские попугаи. А людей купается, кстати, не так-то много, в принципе. Но сейчас время, возможно, не совсем удачное. 13.44, да, то есть 2 часа самое пекло. Но моя цель показать не сколько народу, да, а просто сделать обзорчики, показать, как здесь. Мутновато, но потому что песок. Видите? Но я думаю, что скупаться будет можно. Ну, вам, всем, кто приедет. Я не буду. Я не люблю эти пляжи. Для купания не рассматриваю. Чисто отдохнуть. Здесь почилить. Да. Так, будем сейчас двигаться дальше. Мне очень интересно посмотреть состояние моря вот на этих волнорезах, потому что сколько бы я ни попадал, вода всегда мутная, с каким-то мусором, с грязными медузами. Поэтому я хочу все-таки надеяться, что у меня получится изменить мое мнение. И я сейчас приду туда вместе с вами, и будет водичка чистая. Вот так вот выглядит бунгал. Посмотрите. Вот он вход. Люди кайфуют, загорают. Шикарно. Еще один сап-прокат. Ну, вы поняли. Сапы здесь любят, и они здесь на каждом углу. Я повторюсь, уже повторялся в выпуске, что мне нравится тема, что они обновили полностью после зимы. Ну, по крайней мере, сколько я уже видел, все пообновляли свой парк досок. Вот. Слушайте, ну, вот здесь, на Мандарине, достаточно свободно. Так, давайте сходим на набережную, посмотрим, что там. Может быть, что-то есть новенькое. Настил лежит. Цен на лежаки вообще не вижу. Не знаю, сколько, в общем, это стоит. Вот, кстати, я тоже показывал. Открыли камеры хранения, зарядка телефонов и планшетов. Душ, переодевалка. Блин, как все стекает, и прям в жужу эту приходится наступать. И все уходит в море. Есть сразу экскурсии. А, вот, аренда качели. 300 час, 2 500 день. Шезлонг 400 рублей. А вот она, ребятки, набережная. Всякие тут фудкорты, кафе, рестораны. В общем, все поесть, как говорится. Здесь классные рестораны. В этом комплексе мандарин. Куча всего. На любой кошелек. От Макдональдса до всяких там Аркадия, Новиковых. Вот, видите, морепродукты. Фудпорт Сочи. Вот еще один вход. Прокат самокадов. А, парковка. Парковка, не прокат. Но тут нельзя парковаться, видите. Это для тех, кто берет, видимо, часами кататься. Вот еще один спуск. Туда на волнорез. Это пришла набережная уже. И мы сейчас с вами приближаемся к пляжу Чайка. Точнее, мы уже на него попадаем. Потому что, вот видите, есть вот такая палатка уже с логотипом пляж Чайка. Ох, как много людей любит этот пляж. Окей, я вообще полюбил, знаете, который там дальше детский. Его так круто обустроили. Еще в конце мая мы там купались. Он уже был сделан. И было прям очень круто. Муниципальный стенд. Пляж Чайка. Шезлонг. 300 рублей. Это единственное, что я увидел. Смотрите, здесь есть еще одна такая караоке. Кто любит петь, закрылся в кабинке и попел. Тут, значит, вот такой еще один очередной спуск. Тир. И где-то тут сейчас будет главный вход на пляж Чайка. Мы с вами пойдем прогуляемся на какой-нибудь волнорез и посмотрим состояние моря. Ну да, вот, видите, я люблю Чайку. Здесь фотографируются все. И вот он, вход. Это не самый центральный. Их тут полно. Там дальше еще вход есть. Но давайте здесь спустимся. Сделано для людей одиночек, у кого нет детей с колясочками. Вот. Спускаться здесь будет сложно. Лучше пойти подальше. Там есть спуск. 100%. Такая обстановка. Здесь так подзабито. И еще один прокат саппордов. И вот у них тоже все новое. Видите? Это, конечно, здорово. Так и чилят. Куда проход запрещен. Пройти, конечно, можно. Там он рыбачил. Рыбаки. Присит желтый флаг. Это значит, конечно, купание разрешено. О, слушайте, а берег такой широкий сделали. Здесь он был вот так вот. Особенно, когда шторм. Тут его периодически подмывало. И все. И он был очень-очень узкий. Гляньте, выпуски. В межсезонье, когда волна доходила прямо до вот этой челозоны. И все поднимали в срочном порядке. Наверх. А сейчас, ну, прикольно. Песок. Сущите, народу немного. Я думаю, будет жестче. О, здесь спуск. Душ. Идемте, сходим на мостик. Такой стоит клевый катамаран. Здесь техническая зона. И вот, ребята, море. Вот такое. Но это, возможно, в технической зоне ничего не говорю. Сейчас посмотрим вот с этой стороны. Ну, с этой нормальной. Не как в Меритинке, конечно. Она мутноватая, но мутноватая за счет песочка. Нет, я даже вижу, кстати, дно. Да не, нормальная вода. Окей. Вы меня переубедили, любители пляжа Чайка. Все, я с вами соглашусь. Да, видно даже дно. Это просто сюда так прибило. Непонятно, почему. Все, туда уходит еще пляж Чайка. Давайте туда пройдемся, по набережной. Покажу. Кстати, мы кушали вот в этой столовой как-то. Вот этот отель, отель фестивальный, фестиваль НОЕ. Мы кушали в этой же столовой вот тут вот. По ценам нормально, учитывая, что у нас первая линия. И еда, в принципе, такая норма. А вот тут вот, давайте пройдем туда, я вам покажу все-таки. Я же бать, у меня же дети. И для тех, кто смотрит выпуск с детьми, я покажу, где вы можете проводить время. Так, электросамокаты, 700 день. Зачем он нужен на целом день, непонятно. Лучше и карширин взять. Так, открылись надувашки. Кепки, банамки, тапки. Смотрите, значит, и запоминайте, ребята. Вообще, все это есть в нашем гайде. Приобретайте, просто изучите и кайфанете вообще от Сочи. Вот, есть такой вот сквер. Там есть детская площадка. Очередная, да, получается. Как для постарше детей, так и для детей помладше. А если у вас уже дети любят покататься, например, на самокатах, либо на скейте, то тут есть скейт-парк. Он находится прямо вот тут вот. Сейчас дойдем, я вам тоже покажу полно здесь вот этих электромобилей, паркатов. Мороженые, пирожные, экскурсии. Всегда стоит, круглый год работает вот эта палатка. Как из лайфхаков. Если хотите бесплатно припарковаться, вот сюда вот можно приезжать и парковаться. Здесь, ребятки, мы всегда тоже парковались, приезжали. Вот он, скейт-парк, да, который я вам покажу. И я думаю, для многих ваших детей будет интересно сюда прийти. Вот так подрисовали, конечно, изрисовали. Дальше есть площадка для занятия паркуром. И площадка, кто любит висеть на турниках. Вот. Так, а теперь давайте вернемся на набережную. Ну что, ребята, как говорится, мы вернулись на маршрут. Пойдем дальше, посмотрим на чайку. Что здесь есть? Может быть, что-то по ценам. Голень 80, шейка 140, ребра 150. В принципе, плюс-минус цены, как и везде. Там шашлык 140, свинья стоит. Куриный где-то 100. Ну, смотрите, слушайте, много лежаков вообще свободных. То ли из-за цены 3 сотки, то ли что, не знаю. То ли просто люди пошли на обед отдыхать от этого. Очень-очень-очень жарко вам. Солнце. Вот еще очередной вход. То есть, пляж Чайка очень длинный. Я не знаю, сколько он километров. Но длинный. Каждый кусок, в принципе, этой Чайки, он по-своему хорош. Здесь такая зона для детей. Наконец-то завезли сюда всякие автоматики, чтобы дети покайфовали, поиграли. Ух ты, какое кафе прикольно открылось с влагами. И вот тут аллея, которая вечером подсвечивается. Тоже вспоминайте это место для тех, кто любит атмосферно погулять и сделать красивые фотографии. Какой тенек, тенек, тенек. Как он меня сейчас спасает. Так, здесь есть столовая. Мы ни разу в ней не ели. Рекомендовать, конечно, я не буду. Но сделано интересно в таком стиле. Прикольно. Большие окна, раскрывные. Клюнь. Так, вот, кто-то прыгает. Так, значит, есть вот такая мини-горочка для детей. Есть игровая зона для детей. Но сейчас, ребята, очень жарко днем. Я думаю, если сюда запускать ребенка вечером, то да, будет по кайфу. Молодцы, что души и переодевалки сделали с крыши. Не везде есть. Так, здесь мы опираемся просто в ряд бунгл. Так, это остров Мармелада. Сеть уже такая по Сочи, куда можно запустить детей. Они наберут вам несколько тысяч. Трогай шерпку, исполняется желание. Здесь вот такой вот сквер со старинными деревьями. Тоже здесь так прохладно и хорошо. Вот еще один вход на пляж Чайку. Ну, вы уже, я думаю, поняли, что входов здесь огромное количество. Еще какая-то скульптура стоит здесь. Вот мы здесь, знаете, как прийти в это место, в этот сквер, посидеть, расслабиться, посмотреть на море. Да, сегодня штиль, прекрасная погода. Самое время купаться, загорать и наслаждаться своим отпуском. Так, дальше еще одна столовая. Вообще вот эти столовые две прям прикольные, с такими большими панорамными окнами в красивом внутри стиле. Единственное, по качеству людей я мне подскажу. Кафе Посейдон. Тоже они еще в мае были готовы принимать туристов. Одни из первых, кто открылся. Молодцы в этом плане. Быстренько хлопс-хлопс все открыли. Здесь еще ресторанчик. Стоит, значит, здесь тоже такой корабль. А-ля Фотусона. О, стройка, сделали остекление. В июне еще его не было. Бетон был. Вот здесь уже неплохо. Так, можно купить, смотрите, минеральную воду. Новая палатка тоже Ирина была. Так, ну это все стандартно, все было. Кино, вещи, кепки. Все, в общем, как обычно. Ничего новенького. Вот еще один проход на пляж. Здесь уже молодцы, сделали спуск для колясок. Давайте сходим здесь, посмотрим, какое морюшко. Еще одни саборды. И тоже все новые. Блин, вот людям, вот таким вот предпринимателям, которые вот так вот делают, это прям вообще молодцы. А давайте мы с вами пройдем не на этот коротенький волнорезик, а пройдем вот на тот, на подальше. Посмотрим, кто там. Такие здесь зонтички с приятным цветом. Да, слушайте, не, ну море чистое. Я все, окей, я беру свои слова обратно. Просто, как знаете, хотелось бы, чтобы почаще море в этих краях было вот такое. Оно мотнее, чем в Эмилитинке, сразу говорю, но потому что здесь есть песок. А там, где песок, там вода мотноватая. Мотноватая. Главное, что не воняет ничем. Не, мы туда, короче, не зайдем. Здесь забор. Да, вода чистая, ребята, посмотрите, какая чистая-чистая. А что, ребята, я все-таки решил искупаться на чайке. А то скажете, что я какой-то не такой, не купаюсь на чайке. Поэтому давайте вместе с вами посмотрим, насколько она прозрачная внизу. Раз, два, три. Ну, неплохо. Блин, ну она не освежает. Вот когда был июнь и май, ты прям плавишься на жаре. Потом заходишь в воду, а она вот как раз градусов 20. Вот как надо. А сейчас 26-27. Как освежаться. Слушайте, очень круто. И ничем не пахнет, кстати, вода. И этой нет на ней. Как она? Типа от масла, от катеров. Норм. Вот такая обстановочка, друзья. Кайф. Ладно, давайте еще раз вернем. И пойдемте. Что, ребята, я думаю, что дальше смысла идти уже нет. Очень жарко, я прям буду устал. Я надеюсь, выпуск вам понравится. Поэтому поддерживайте его комментариями, лайками. Пишите, любители, чайки, как вам тут отдыхалось, либо отдыхается, либо кто приедет сюда. А я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Всех обнял. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok